Кто не взорвал аэропорт под Минском и не уничтожил один из важнейших российских самолетов? Это трудно сказать. Я знаю, что-то сообщалось о гибели шести офицеров при этом. Возможно, попало и другим типам самолетов. Кто не захватил аэропорт в Кишиневе и не собирается открывать второй фронт? Мы, по своему боку, и кордону, и позиции, понимаем, что наша отсечь будет им абсолютно потужной. Перед самым визитом Лукашенко в Китай, туда, где Си Цзиньпинь будет говорить о мире с Украиной, в аэропорту Мачулище под Минском взрывается самолет. И не просто самолет, а ого-го, какой самолет. Взрыв устроили партизаны, говорят партизаны. Оккупанты в принципе ничего не говорят. Видимо, думают, какую версию выбрать. С курением или с жестом доброй воли. А на самом деле прорабатывают версии аварии, а не диверсии. Но факт остается фактом. Вот снимки, полученные с помощью сервиса planet.com. Там видно сам самолет А-50 и еще несколько МиГ-31. Потенциально они все попали под удар. Фото сделано за несколько дней, 19 февраля. А в воскресенье 26 февраля по социальным сетям начала расходиться информация о взрывах на аэродроме в Мачулищах, который находится, кстати, приблизительно в 12 километрах от Минска. Это трудно сказать. Я знаю, что-то сообщалось так о гибели шести офицеров при этом. Возможно, попало и другим типам самолетов. Потому что один из офицеров – это полковник, летчик-испытатель первого класса. Ну, такие вряд ли будут командиром экипажа на А-50. Это не их специфика. А вот для МиГ-31 это самое то. Потому что эти самолеты еще как бы находятся в испытательной стадии. Это МиГ-31К с кинжалом. Россия вроде бы говорит, что она сформировала целый полк этих самолетов, но их там не более десятка. И как раз проходят активные испытания. Вот похоже, что офицер оттуда, возможно, вот так по логике попала и по экипажам этих самолетов. Вообще, в принципе, одна из информаций говорила о том, что вначале попала по российскому самолету. Он загорелся и огонь перекинулся на А-50. Но это я бы не слишком верил этому. Потому что самолеты вплотную друг к другу не ставят. Это именно тот самолет, который отслеживает украинское ПВО. Это тот самолет, который отслеживает взлет, направление полета и посадку украинских истребителей. Самолет дозора и наведения. Координирует налеты российской авиации и осуществляет разведку. На борту стоит шмель. Это комплекс, который эту самую разведку и обеспечивает. Он, кстати, долгое время был засекречен. Там не служили срочники. И вообще, серьезная очень штука получается. И была придумана эта штука еще во время Холодной войны. Должна была очень издалека замечать вражеские самолеты или ядерные ракеты. Вот эта штука сверху – это обтекатель. В нем крутится радар. Это и есть его глаза. Его и глаза всей российской группировки в этом регионе. Именно эта модификация А-50, то есть А-50У, оборудована для обнаружения низколетящих и малозаметных целей. Просто через какое-то время вот этот поврежденный самолет, он засел надолго. Пока, если там есть нарушение герметичности фюзеляжа, кабины, и там говорилось о двух попаданиях, то он сел надолго. Вот как только его более-менее залатают силами местной ТЭЧ, это технико-эксплуатационная часть, его перегонят на заводской аэродром куда-нибудь, на АЭРЗ, будут восстанавливать. А сюда перегонят аналогичный самолет, но какое-то время, конечно, будет спокойнее в этом районе. В целом мало, и каждый задействован на каком-то направлении. То есть, если этот выведен из строя, нужно или домодифицировать простые А-50, или снимать с других важных направлений А-50У. Ну, этот самолет стоит всего-навсего примерно 330 миллионов долларов. То есть, это вдвое дороже, чем бомбардировщик ТУ, самый современный бомбардировщик ТУ-160. Вот, ну, примерно там в два раза немножко меньше, но... То есть, в отношении потери материальной части это солидно. Но я не думаю, что там аппаратура полностью вышла из строя. Вот, просто на время вот активных боевых действий, один из бортов, который занимался, собственно, управлением разведкой, активной разведкой, и управлениями действиями боевой авиации, вышел из строя. Соответственно, придется его заменять аналогичным самолетом. А поскольку россияне вообще не в состоянии постоянно мониторить воздушное пространство вокруг Украины, у нас появляются лучшие шансы на применение наших и беспилотных средств, и нашей авиации. Ответственность за этот и эти взрывы взяла на себя организация «Байпол». Это проект бывших сотрудников белорусских силовых ведомств. Они готовятся к деоккупации Беларуси, а подобная история – лишний шанс напомнить о себе громко. Удельники плана перемога белорусские партизаны сегодня ранецы здесь сняли акцию супер-российского самолета А-50, который делает выведку по территории Украины, а так само кируя ракетными ударами по территории Украины. Этот самолет отрымал по шкоджению, сгодно с якими, и он не может уже быть выкористанным. Интересно, зачем эта разовая акция от белорусских партизан? Ведь до этого никаких агрессивных действий не замечалось. Ну, кроме подрыва в ЖД-полотна, за которые многие из них сейчас сидят. Следует заметить, что мы не знаем пока на самом деле, что произошло и произошло ли. Район аэропорта с первой минуты оцеплен. Местные жители пишут про обыски, а силовики ищут гражданина Крыма Николая Швеца, которого обвиняют в совершении, цитирую, особо тяжкого преступления в городском поселке Мочулище 26 февраля. Конец цитаты. Мы не будем показывать его фото, чтобы не помогать белорусским силовикам. Если атака была совершена беспилотниками, то, может, и нужен был человек, который бы координировал удар. Если, конечно, точных координат не было, заранее известно. А если работала диверсионная группа, то она точно успела уйти раньше, чем белорусские силовики узнали о взрывах. Скажу еще, что журналисты «Зеркало» звонили в Гомельское ОВД, там информацию о поисках гражданина Крыма подтвердили. А сооснователь «Байпол» Александр Азаров говорит, что, в принципе, не знает, что это за человек. Нам это лицо незнакомо. Кто он такой, я не знаю. У них задача устанавливать подозреваемых. Но бог его знает, как его установили, они же не рассказывают. Случайно проходил по улице, и вот они его подозревают. А давайте еще вспомним якобы перестрелку на белорусско-украинской границе, в которой погиб боец Волынской теробороны. Сначала об этом написали аналитики Дип Стейт, а потом мимолетно так подтвердили в украинском Минобороне. В некрологии бойца указано, что он погиб в перестрелке на границе. Кто, куда и откуда стрелял, непонятно. Пока. Но очень похоже на подталкивание Лукашенко, если не к войне, то к полнейшему и безоговорочному сотрудничеству с Россией. Хотя я думал, что там толкать уже некуда. Можно верить или не верить во что угодно. Непонятно только, почему с официальной версией так тянут. Может, надеяться, что люди забудут и подумают, что им показалось. Или не выносят на публику, пока не произойдет другое важное событие. Скажем, визит кого-то куда-то 28 февраля. Представьте, Лукашенко прилетает в Пекин, там ему говорят, нужно с Украиной мириться. А в Москве говорят, ты собираешься эту пощечину с аэродромом стерпеть? А он такой, а как? Вдруг это не они? И в Китае говорят, да, это партизаны, которых ты не добил. А Кремль такой, так иди и добей, они в Украине, Польше, Эстонии и Литве, опасность это всюду. Чем может закончиться такой диалог, зависит только от мнения китайской стороны и от того, на скольких стульях сейчас будет стараться усидеть Лукашенко. А с другой стороны, может это не байпол или байпол, внешнее признание, а по закрытым каналам Лукашенко так с питерским акцентом уже сказали, что если он в Китае пойдет на уступки или попытается сбежать от России, то свою технику на белорусских аэродромах российские специалисты готовы взрывать хоть каждый день. Это наносит ущерб его экономическим интересам, он не может опираться сегодняшний день только на Россию, которая не дает ему денег, ему необходимо финансирование. Также существует версия о том, что он едет в Пекин для того, чтобы, условно назовем, пожаловаться на Путина, который заставляет его более активно вступать в войну, а это приведет к чему? К еще большему закрытию государственной границы с Белоруссией. И одна из версий, это уже третья версия, как раз таки, что Пекин зовет Лукашенко на ковер в связи с тем, что он ведет очень негативную политику в отношении соседей, миграционная война, задержал представителей польского этнического меньшинства, проводит репрессии. В любом случае, это оттягивает внимание. И россияне немного спалились, если это они подстроили для шантажа. Несколько дней назад в сеть просочилась информация, вроде как от молдавского премьер-министра, о том, что россияне планируют захватить другой аэропорт в Кишиневе. Но никакого подтверждения тому, что Дорин Ричан правда это говорил, нет. Зато ситуация у оккупированного Приднестровья накаляется тихо, как и должна перед настоящей бурей. Россияне говорят, что Украина собирает войска, чтобы напасть на Приднестровье в самое время, как раз когда на востоке идут тяжелые бои, нужно открывать второй фронт и захватывать Приднестровье. Очень нужно. Просто кровожадные националисты. Но позже спикер южной группировки войск говорит, что действительно собирает Украина войска. Ну, высадка десантов в Приднестровье не могла апріори, оскільки це все ж таки необхідно пересекти повітряний простір. Або країн НАТО, або безпосередньо України, ну, хто ж їм дозволить, як то кажуть. Ті сили, які зараз там зосереджені на самій території Приднестровья, скоріш за все, з глибоким подивом спостерігають за тими повідомленнями, які щодо їх потужностей розповсюджує російська пропаганда. Ми зі свого боку і кордону, і позиції розуміємо, що наша відсіч буде їм абсолютно потужною. Наші сили, зосереджені вздовж кордона, адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива, якщо вони відчайдушно рвануть. Ещё одним звоночком для Молдовы стало сообщення компанії Визеєр Лоукоста, кстати, з Венгрии, который приостанавливает рейсы в і із Кишинёва з 14 марта. І в управлении гражданской авіації Молдовы это постарались объяснить. Якщо ми говоримо об авіакомпаніях, і в першу чергу о компанії Визеєр, ми розуміємо, що це міжнародна компанія, яких-то прямих зв'язей, словно, или з политиками, в країні, откуди вона сама літає, чи, соответственно, там імеється какие-то отношення. Ну, рані такого не було. І на сьогодній день считати, що действия, там, условно, компанії, вони є політично мотивируємо. Ну, на мою личну точку зрення, пока виглядеться, що це маловероятно. Рішення Визеєр создало неопределінність, учитывая, що 14 февраля авіаоператор обратился с просьбою об утвердженній расписання полетів на літній сезон. А сьогодні він був утверджен. А пророссийські паблики тут же подключились с інсайдами, мол, Румыния стягивает ПВО к границам с Молдовою. Ми, звісно, розуміємо, що, якщо ми говоримо о 14 марта, то, як правило, перший факт, коли було ограничено воздушне пространство в Республіки Молдова, він розшов 14 февраля, коли неопознанний воздушний об'єкт в виде шара був обнаружений і, відповідно, знаходився в воздушному пространці Республіки Молдова, зробив угрозу для любих гражданских воздушних судин. Кроме того, нам известно вже нескільки фактів, коли російські ракети, виконуючи обстріл на території України, використовували воздушне пространство Республіки Молдова і даже були факты, коли ракета упала непосередньо на території Республіки Молдова. Конечно, це все непосередньо влияє на соответствуючий центр анализа рисков, і авікомпании можуть, исходя з цього, приймати решення, чи сокращати свою программу, чи оставатися. Може ли так быть, що сейчас Лукашенку дають два варианта? Якщо він пойдет на сотрудничество, то ескалація буде не в Беларусі, а в Молдові, а якщо не пойдет, то війна перейдет і на територію подконтрольну Минску. А може це все конспирологія, і пострадають все від конвульсій путинського режима. Посмотрим, узнаем. Варианты ми з вами озвучили, будем следить вместе. Во всяком случае, кому вигідно було взрывати дорогий і дуже нужний России самолет, недалеко від Минска. Я надеюсь, стало понятней. Берегите себе. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор